МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В новостях мы уже рассказывали о тех, кто поднялся на высшую ступень пятистала почета. Сегодня часть вторая, в которой мы поговорим о перспективах младшего брата олимпийского триатлона и узнаем, что ведет чемпионов в бой. И брестницы, получив право проведения чемпионата и первенства России по зимнему триатлону, как говорится, постарались. И дело даже не только в технической подготовке соревновательной трассы, хотя работы по укатке лыжней, расчистке вело и беговой дорожек заняли не один день, а в искусстве создание атмосферы большого спортивного праздника. И здесь хозяева постарались. Спортсмены, приехавшие в поселок за год до старта, не были забыты. В расписании дня, помимо тренировок, были включены встречи с населением и проведением мастер-классов. Это помогло местным жителям не только познакомиться с зимним триатлоном, как видом спорта, но и ближе узнать лидеров национальной команды. А им было, что сказать. Так победитель, чемпионка России, представительница Ярославской области Юлия Сурикова, свои 34 года молодая мама и на соревнования приехала вместе с двухлетней дочерью Машей. Поцелуй перед стартом обязательной программы, и спустя 1 час 35 минут с небольшим повторный уже после победного финиша. И лишь затем интервью для прессы. Хотелось просто приехать, показать свой уровень, подтвердить свой класс. Все-таки я 10 лет выступаю уже на самом высоком уровне. Я действующая чемпионка мира в этой дисциплине. Поэтому надо было просто поработать хорошенечко, показать, и чтобы нести в массы этот вид спорта. А вот чемпион России 2017 года красноярец Павел Андреев после финиша попал в жаркие объятия местных болельщиц. За 5 дней пребывания в Ибресах местные мальчишки и девчонки полюбили открытый характер пятикратного чемпиона мира и Европы. Так что после очередного золотого финиша Павел был на расхват. Автограф и фотосессии не помешали. Ни погода, ни усталость спортсмена после дистанции. Такая теплая обстановка. Спасибо большое организаторам, зрителям, болельщикам, администрации. Это что-то нечто. Такая поддержка. Такое я давно нигде не встречал на зимней триатлоне. Ну а если на следующий год сюда же передадут соревнования, приедешь? С удовольствием. С удовольствием. Мы будем популяризировать это место и приглашать сюда же множество триатлетов зимних и летних. Но с удовольствием привернемся, будем выступать. Кстати, позитивные отклики об организации мы слышали не только от спортсменов и их наставников. Конечно же не обошлось без некоторых помарок. Но старший тренер сборной России считает, они вполне устранены. Спортсменам было комфортно, хорошо подготовлены трассы. Но единственное, что инфраструктура около трассы, как-то теплые раздевалки, она пока не создана. Но я думаю, что все впереди, есть к чему стремиться. Будем надеяться, что на следующий год Федерация триатлона вновь предоставит возможности Брессим принять столь ответственные мероприятия. Федерация к зимнему триатлону относится положительно. Другой вопрос, что, естественно, Министерство спорта в основном развивает и направлено все на развитие олимпийских видов спорта, олимпийских дисциплин. Вид спорта триатлон олимпийский, но дисциплина зимний триатлон пока что еще не олимпийская. Международный союз триатлона работает в этом направлении, чтобы дополнить этой дисциплиной олимпийские игры зимние. Но это сложно, и пока мы имеем то, что имеем. У представителей игровых видов спорта определение чемпиона – процесс длительный. Хоккеисты столичного клуба Чебоксара в перенесе высшей хоккейной лиги России стартовали в начале сентября. Заключительную игру регулярки, кстати, 54-е по счету, богатыри проведут в родных стенах Чебоксара-арена только 5 марта. Наш сюжет о матчах 25-го тура, в котором мы принимали дома лидеров – ростовских кондоров. Учитывая положение команд перед туром, визит в столицу Чувашия и ростовчан вполне попадал под определение генеральной репетиции игр плей-офф. Кондоры возглавляют турнирную таблицу, так как муниципалы едва удержались в заветной восьмерке. Однако сценарий первого матча сложился не так, как ожидали гости. За них болела преданная, хотя и немногочисленная группа поддержки. Но они проиграли со счетом 3-7. Причем по ходу встречи ведят в счете 0-3. Что произошло, на этот вопрос не смог найти ответа даже главный тренер Данчан после тура. Что касается первой игры, я даже не хочу устанавливаться. Это, знаете, как бывает у каждой команды черные дни. Вот мы на этот черный день попали вчера, к сожалению, у нас. В артаре не ловили, ничего не получалось. Вот, так что, хоть и повели 3-0, может быть, из-за этого какая-то причина где-то. Поэтому, ну, я смотрел ту игру, голы, которые мы пропускали. Вот. Ничего не могу добавить. Просто скажу, что это, повторюсь, бывает. По логике, за черной полосой для растачан должна была появиться светлая. Правда, для того, чтобы прийти в себя, им понадобился не только вечер после матча, но и первые 20 игровых минут второго матча. Зато хозяева ведомые бой болельщиками, а после феноменальной победы на трибунах заметно прибавилось зрителям ринулись искать счастье у гостевых ворот. И сумели стараниями Сергея Иванова найти его, поведя на 10-й минуте в счете 1-0. Больше всех на трибунах Чебоксар-арена такому продолжению радовались родители нашего нападающего, Марина Андреевна и Виталия Семеновича, с которыми мы не применули пообщаться в перерыве. Общение оказалось более чем интересным. Семья Ивановых – настоящая хоккейная пятерка, в которой мама и папа болеют не только за Сергея, но и за старшего Вячеслава и младшего Валентина, которые сегодня играют в Новочебоксарском «Соколе». Так что советы среднему родители могут дать вполне профессионально. С такой поддержкой дело осталось за малым – дожать кондоров на богатырскому льду. Однако в игровых видах есть такое понятие, как фарт. По всей видимости, фортуна в этот день решила после блистательной победы чебоксарских муниципалов взять тайм-аут. Только этим можно оценить такую статистику. Во второй 20-й минутке мы перебросали своих визави 10-7, однако гол был забит в наши ворота. Такое, наверное, можно объяснить лишь одним. Соперник, я считаю, уровня чемпионата. Команда возрастная, много лет там ребята играют вместе. Из года в год они, и как бы у них не вливается так по много-то народу. Один, два, три в сезоне. Очень здорово, что такие соперники есть, и мы ощущаем давление, прессинг постоянно. В честь и богатыря, они до последнего рвались в бой, и даже пропустив во второй раз и опять на меньшинстве, не опустили руки и пытались исправить счетный табло в свою пользу. Правда, как показала практика, одного желания для этого недостаточно. Хотя даже поделив очки, тур все же можно записать нашей дружине в плюс. Календарь, я считаю, что сделан для нас очень хорошо. Сейчас, накануне плей-офф, те игры, ребята ощущают на себе это давление, эту ответственность. Хочу поблагодарить болельщиков в этих двух играх. Просто здорово поддерживали. И ребята ощутили это. Три добытых очка помогли нашей дружине в таблице переноса подняться на седьмую строчку. Правда, в выходные дни чебоксарцам предстоит визит к саранским лисам. Ну так и преследователи не на курорт отправляются. Алтай гостит у тамбовских волков, а тагильские бобры сражаются с ростовскими кондорами. Как сложится ситуация перед заключительным 27-м туром регулярки, мы узнаем уже после праздничных дней. В ранге победителей неофициального командного зачета из турецкого Эрзерума вернулась Олимпийская юношеская команда России. На 13-м Европейском Олимпийском зимнем фестивале наши спортсмены в возрасте до 18 лет завоевали 39 медалей, из них 19 золотые. Свой вклад в победную копилку внесла и подопечная 2-й школы Олимпийского резерва Минспорта Чувашии Кристина Кускова. Воспитанница Сергея Смирнова завоевала золото континентальной Олимпиады в гонке на 7,5 километра, а чуть позже добавила еще одну медаль высшей спортивной пробы уже за победу в составе смешанной эстафеты. Сегодня дважды олимпийская чемпионка юношеского фестиваля. Кристина – гость нашей программы. Здравствуйте, Кристина Олеговна. Здравствуйте. Первый вопрос, конечно же, не о спортивных достижениях, глядя на тебя, такую милую, очаровательную. Трудно поверить, что ты занимаешься лыжными гонками. Скажи мне, пожалуйста, как удается сохранять такую замечательную форму? Как раз-таки, занимаясь этим видом спорта, мне удается оставаться в такой хорошей форме, потому что мы проводим очень много времени на свежем воздухе, где есть солнце, мороз. Лыжные гонки не столь популярны среди молодежи, как вот лет 30-40 тому назад. И, в общем-то, заставить милую, очаровательную девушку заниматься очень тяжелым циклическим видом спорта сложно. Как это удалось родителям? В том возрасте, когда меня родители привели в этот спорт, я не могла еще сама решить, чем хочу заниматься в жизни. И этот импульс как раз-таки помог мне определиться. Хорошо, давай вот к медалям. Две очаровательные медали золотые юношеского олимпийского фестиваля. Одна за личную гонку, вторая за эстафету. А что тебе далось труднее? Самой тяжелой гонкой мне показалась эстафета, потому что ты бежишь за свою команду, за свою страну, и подвести тебе никак нельзя. Я так понимаю, что это только начало большого спортивного пути, и сезон для тебя сегодня еще не завершен. Это так? Да, сезон не завершен. В начале марта у меня спартакиада учащихся в Архангельской области. Кристина, в семье Кусковых лыжным спортом занимаешься не только ты. Твоя средняя сестра Калиста бегает и весьма неплохо выигрывает пока республиканские соревнования. Ну и годовалая Александра, наверное, тоже встанет на лыжи. Вот как ты думаешь, сестрам по плечу обогнать тебя, или ты будешь стремиться быть для них примером, самым настоящим? Я всегда стремлюсь быть для них примером, потому что я старшая сестра, и они с самого рождения смотрят на меня и равняются. И я надеюсь, что в будущем они тоже добьются таких же результатов, как и я. Кристина, мне хочется пожелать одного, чтобы сезон ты завершила без травм, ну и чтобы вот к этим двум медалям еще добавилось золото спартакиада учащихся страны. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Тем не менее победа в стартовом круге помогла Роману снять состязательное напряжение перед стрелковыми дуэлями. А то, что психологическая подготовка у чувашского стрелка все в порядке, Роман подтвердил в финале. Опереди в борьбе за золото коллегу из Санкт-Петербурга Ивана Комискина аж на три очка. Первенство Европы у нас как бы завершающий этап зимнего сезона. И фактически сразу у нас в апреле месяце стартуют Кубки Европы среди молодежи, летние уже. И в конце лета получается у нас будет первенство мира, который основной старт этого сезона, 2017. Почему важны нам эти соревнования? Потому что компаунд уже на международной арене продвигается. И уже есть договоренность, что в 2020 году в Токио будет показательное выступление, а в 2024 году будет уже видом программы на Олимпиаде. На всероссийском турнире, правда, прошедшем в родных стенах, сумели повысить свой рейтинг и коллеги Романа по муниципальной школе Олимпийского резерва, воспитанники отделения настольного тенниса. Три дня под сводами специализированного зала шли бои за награды всероссийского турнира по настольному теннису «Синкер». Юным мастерам пинг-понга было за что сражаться. Помимо традиционных медалей и дипломов, победители-призеры в двух возрастных группах кадеты и мини-кадеты получали возможность в канун праздника значительно пополнить свой личный кошелек. Призовой фонд соревнований составил 70 тысяч рублей. Лидеры сборной «Чувашии» сумели противостоять натиску своих сверстников из девяти регионов России. Максим Камбуркин завоевал первое место. Серебряной медалью отметилась Даяна Прохорова, бронза у Даниила Соколова. В младшей возрастной группе спортсмена 12 лет и моложе у наших девочек весь пьедестал почета. В Москве завершился чемпионат России по легкой атлетике в помещении в Манеже ЦСКА. В споре с коллегами из регионов страны медальную копилку сборной «Чувашии» сумели пополнить четыре представителя Республиканской Федерации Королевы Спорта. В секторе прыжков в шестом Анжелике Сидоровой хватило результата 4 метра 70 сантиметров, чтобы в очередной раз занять верхнюю ступень пьедестала почета. Серебряную медаль, но в беге на 3000 метров завоевала уроженка Шумерлинского района Екатерина Ишова с результатом 8 минут 59,84 секунды. На этой же дистанции бронзу чемпионата России завоевал еще одна легкоатлетка «Чувашии» Анна Ильина, уступившая Екатерине в мини-секунду. У мужчин медаль в актив республиканской команды принес Владимир Попов, завоевавший бронзу в беге на 1500 метров. Эта информация завершает выпуск нашей программы. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго и увидимся уже в четверг. Субтитры создавал DimaTorzok